Ну что, здравствуйте, уважаемые леди и джентльмены, господа и гости столицы. Время 3 часа. 7 марта на дворе 2021 год. Наших прекрасных дам с наступающим 8 марта не знал, судя по прибавляющимся друзьям ВКонтакте. Рыбачек тоже достаточно много. Отрадно, отрадно. Я всегда говорил, что женщины ловят лучше, чем мужчины. Это уже научный факт, по-моему. И когда у нас почему-то не клюет, они всегда с рыбой. Потому что милые дамы, жены, матери, дочери и так далее, и тому подобное. Прекрасный наш женский пол. Вас с наступающим. Здоровья вам, красоты, финансового благополучия. Ну и всего-всего. И терпения. Самое главное. С нами, с рыбаками. Терпения. Так, сегодняшний такой хом-видео будет посвящено приманкам. Я говорил как-то в последних видео, что жду я крайнюю посылочку приманок. Она пришла. Это приманки Don't Bite. Я этого не скрываю и не скрывал. Андрей, спасибо тебе огромное. В общем, вот такая коробища ко мне пришла. Но я все показывать не буду. Кто ВКонтакте у меня в друзьях или подписан там на меня, я уже пост выложил с приманками. Хочу напомнить. Многие меня спрашивали. Вот еще раз напоминаю. У Андрея в группе можно приобрести вот такие вот наклеечки на грузики, на баночки. Очень удобно. Лучше, чем я как-то рассказывал. Ценник клеишь, ну такой пистолетом, да, и пишешь от руки. Ребят, плохо. Вот эта вот наклейка держится лучше намного. Вот. Приманок просто ворох целый, ребят. Вот. Я выступил спонсором. Не буду этого скрывать. Андрей с моей подачи я проплачивал формы. Очень, ну так, достаточное количество обновок у него. Новых приманок. Я их оплачивал. Ну, настаивал на том, что он не хотел все соглашаться. Я настоял вроде как договорились. Я говорю, приманок очень много. Я говорю, все, обзорить не буду. Но хочу сегодня поговорить именно по джавастикам. Очень много вопросов именно по этой приманке. Секундочку. Все прекрасно. Ну, кто на меня подписан в ютубе, да, я весной очень даже неплохо на приманке Донбайт на джавастике ловил платву. Вот. Размеры от... Я в этих в дюймах не силен, поэтому уж извиняйте, буду говорить в сантиметрах все, да. Размеры там, по-моему, от полутора-двух сантиметров до трех-трех с половиной джавастики. Там у Андрея есть выбор. Вот. Меня многие спрашивают, почему все-таки Донбайт? Как бы вот, ну, у тебя столько приманок, многие знают, да, я в этом году, в начале этого, и за прошлый год подкупил достаточное количество приманок у разных производителей. И такие вопросы, ну, одолевают некоторые товарищи. Говорят, ну, все, на твой взгляд, что все-таки лучше. Вот. Кто-то начинает диалог, типа, надо верить в приманку, кто чего говорит. Вот, ребят, для меня все равно, вот как ни крути, все равно останется Донбайт. Объясню, почему. Ну, во-первых, я с Андреем не первый год сотрудничаю, не первый год дружу. Вот. Он уже наизусть знает мои хотелки, мои цвета. Это первое. Второе, ну, столько, сколько я на них рыбу переловил, я еще ни на одни приманки не ловил. Вот. Потому что реально мягкий силикон. Реально человек делается, понятно, не первый год он уже этим делом занимается. Вот. Сейчас, насколько я знаю, он прям целиком полностью, да, ушел именно в литье. И, как говорится, дай бог ему здоровья и идей побольше, и новых форм, и аттрактантов, и так далее. Ну, у меня, в принципе, все стандартно. Обычно. Это аттрактант сыр. Я люблю у него брать. Я люблю у него брать любимую, ну, многими креветку аттрактанты, да. И по приманкам, да, у него там какие-то новинки всплывают. Но вот я по себе сделал вывод, да, за последние несколько лет, что все-таки именно джавастик выигрывает иногда, притом в разы, по сравнению со всякими паразитами, какими-то там гомарусами, там, и так далее, и тому подобное. Вот почему именно так это происходит, я вам сказать не могу. Но вот по своим водоемам двум, да, по московскому водоему, опять же-таки, да, Эстрогинские заливы, оттуда все начиналось. Езжу я туда периодически рыбку ловить, да. Вот тот же самый окунь, платва. Именно джавастики. Вот. По поводу производства. Вот у меня здесь, ну, на такой прищепке зафиксировано, сейчас скажу, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть джавастиков от разного производителя. Вот я вам сейчас вот так в торец покажу. Ну, вот так могу показать. Вопрос только вот, да, такой, видите, складывается. Вот могу сказать сразу, самый первый джавастик, самый первый, это именно Донбайт. Все остальное я не буду обижать других производителей. Даже вот этот джавастик с шариком на конце, он чуть больше размера, и то он не сгинается настолько, насколько сгинается именно Донбайт. Вот тут хвостики перекладываются. То есть, видите, очевидно, насколько силикон мягче. Я к чему это говорю? Я не хочу сказать, что, ребята, бросайте все свои приманки и бегом покупайте только Донбайт. Нет. Я проводил эксперименты не единожды, да, ко мне приходили приманки Браун Перч, да, мне присылал приманки Андрей Быков, да много кто мне присылал. Я вам честно скажу, что если у вас рыба достаточно активна, да, окунь или платва перемещается по водоему, вы это визуально, в принципе, видите, идут поклевки, то, в принципе, можно, да, взять простой джавастик, пускай он там из коловатой резины будет, вот такого плана, он почти вертикально стоит, да, то есть, видите, он встает обратно. Вы на него будете успешно ловить. Но когда, например, у меня рыба начинает бастовать и даже отрицает мотыль Беркли, я беру приманки Донбайт. Понимаете мою мысль, да? Насколько приманка мягка, насколько она складывается. Помогает ли это в рыбалке? Я больше, чем уверен, что да. Извините, занырнуть туда и снять это все именно вот так вот, как хотелось бы, не получается, к сожалению. Но для меня лично приманки Донбайт это тот самый вариант, когда, вот, знаете, у многих есть приманки, когда ты приходишь на водоем, какое-то время ловишь-ловишь, понимаешь, что у тебя не клюет, и говоришь, вот сейчас я этот проверенный вариант поставлю, и если на него брать не будет, я пойду домой. Вот для меня этот проверенный вариант приманки Донбайт. Я вам честно скажу, не ради красивого слова, да, или там какой-то рекламы, не подумайте только неправильно. Вот это меня, именно приманки Донбайт меня выручали не раз. К чему я это все веду? К тому, что по моим соображениям, у вас в коробочке, да, должно быть обязательно два вида приманок, от дубового жесткого, который стоит почти вертикально, до мягкого, который складывается почти впополам. Почему? Уже объяснил. Если рыба активна, если рыба у вас берет, да, и проблем никаких нет, мы спокойно ставим вот такой вот джавастик, и ловим на него прекрасно. Если начинаются какие-то форти, или рыба начинает капризничать, мы ставим вот такого, который складывается пополам, я вам серьезно говорю, количество поклевок у вас увеличится. Минус такого мягкого силикона тоже есть. За что борются все литейщики? За то, чтобы у приманки была живучесть на крючке, да, две-три поклевки, естественно, если вот такой мягкий силикон, приманка разбивается достаточно быстро. Но я уже объяснил, что делать. Разбивается она сначала в начале, вот здесь вот на мордочке. Откусываете, выводите крючок на первом промежутке. Вот где первый промежуток от головы начинается, здесь крючочек аккуратно выводите. Приманка меньше травмируется и достаточно хорошо работает. Ничуть не хуже, чем стандартно. Так что минус вот этой приманки, да, опять же таки, в каких-то моментах, когда рыба капризная, это его жесткость. То, что вы анимируете мормышкой, это, как говорится, полбеды, да. Вы, естественно, все делаете правильно. Но никто не отменял самостоятельную игру приманки. Поэтому, когда вы замираете, и этот хвостик в какой-то момент начинает складываться, или волнами идет у вас, да, я все-таки думаю, что это только в плюс поимки рыбы. То есть, в плюс поклевки. Рыба больше соблазнится и быстрее прореагирует. Ребят, сразу хочу сказать, это мое наблюдение. Кто-то с ним может быть согласен, кто-то нет. Ну, вот, чисто если вот подытожить, да, я считаю, что в коробке, в пакетиках, там, кто в чем носит, два вида вот таких вот жавастиков у вас должно быть обязательно. Один пожестче, другой помягче. Помягче, когда клев похуже, пожестче, когда клев нормальный. Ну, вот. Потому что, ну, это уже проверено опытом. Ну, что, за всем все, наверное. Пока-пока. По поводу Думбайт я хочу еще что сказать. У Андрея продаются в группе аттрактанты. У Андрея есть чебурашки, подчеркиваю, с 0,4 проволокой. Эта мелкая проволока, что вам дает, позволяет ловить на простые крючки. И крючочек там достаточно свободно себя чувствует. Во всяком случае, у меня проблем никаких не вызывает. Я не покупаю крючки с большим ушком. Ну, потому что, если я использую проволоку, это либо очень тонкая, на каких-то шарнирных, там, да, шарнирки Т, или просто на шарнирки Мормышки. Либо, если я использую чебурашки, я беру только у Думбайт, потому что, я говорю, проволока тоненькая. Все, она выдерживает, ничего не вылетает. Ловить одно удовольствие. И вообще, у Андрея, посмотрите, там много чего интересного. Есть узловязы, есть крючки с большим ухом. Ну, в общем, короче, кому будет интересно, ссылочку внизу я оставлю. Ну, а так, ребят, застим пока все. Дальше будет обзор небольшого количества спиннингов. Тут чисто случайно на меня обвалились они. Вот. Спасибо моему другу Виталию за них. Вот. Но пока зима не отступает, у нас минус за окном, я говорю. Снег валит и минус пять. И так будет сказали всю неделю. Так что, когда там что потеплеет, и когда там что где освободиться от льда, одному богу известно. За всем все. С вами был Сашок. Подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, дальше будет еще интереснее. Когда-нибудь мы увидимся с вами на рыбалке. ПО ТОРОБЩЕНИЕ! ПО ТОРОБЩЕНИЕ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...